Девушки отдыхают Звоните 321-201 Кухонная студия «Мария» в Абакане на Чертыгашево, 135А Торговый центр «Декорум» «Мария», когда кухня в радость Всем привет! Это программа «Муж на кухне» Передача, в которой мы готовим простые, доступные, а главное, очень вкусные блюда Друзья, сегодня у нас немножко такая передача с историческим уклоном Начну я ее с такой истории Давным-давно, в царские времена, на дороге между Петербургом и Москвой Стоял неприглядный трактир Владела этим трактиром Дарья Пожарская В своих кругах общепитовских, так скажем, была личность довольно-таки известная Но и прославилась она, в общем-то, конечно же, не этим Наверняка вы поняли, что речь идет о котлетах пожарских Давайте сегодня в передаче будем разбираться, что же в них такого было интересного и настолько вкусного Что даже царь, который однажды остановился в этом трактире, потом не раз заказывал себе эти котлеты Да и потом уже, когда по этой дороге ездили знаменитые писатели, поэты, они обязательно останавливались в этом трактире Давайте разбираться, что это такое Смотрите, что у меня на столе У меня на столе куриное филе, потому что котлеты пожарские делаются исключительно из курицы Здесь у меня хлеб, лук и сливочное масло Это основные ингредиенты Помимо всего прочего, я еще сегодня расскажу интересный рецепт быстрого соуса Который я предлагаю подать к нашим сегодняшним котлетам Ну и по продуктам И передача историческая, и я, в общем-то, могу про себя сказать, что я, ну, личность, наверное, все-таки старомодная, консервативная У меня даже телефон старый, без интернета И вообще я как-то предпочитаю вещи уже проверенные Но тем не менее, знаете, я не ходил в магазин для того, чтобы приобрести эти продукты Я заказывал их в интернете Мне нужно было только что сделать Мне нужно было только дойти до компьютера Набрать адрес интернет-гипермаркета и выбрать то, что мне нужно Ну, я уже второй раз пользуюсь этим сервисом Знаете, я считаю, что я не прогадал Потому что это на самом деле удобно Мне не надо было никуда ехать, ходить вдоль бесконечных стеллажей, стоять в очереди Удобная навигация интернет-гипермаркета полка позволяет максимально быстро найти нужный продукт или товар и отправить его себе в корзину В течение трех часов пакет с продуктами сам приезжает ко мне домой И мне остается лишь за него рассчитаться и приступить к приготовлению Кстати, оплатить можно как наличным, так и без наличного расчета Я не купил ничего ненужного, как это бывает в гипермаркетах Мне привезли ровно то, что мне необходимо для рецепта Ну что ж, давайте начнем разбираться в котлетах пожарских Здесь у меня хлеб Нарезка Хлеб уже такой, так скажем, второй свежести С таким хлебом удобнее работать И смотрите, что я делаю Я нарезаю хлеб вот на такие мелкие кубики И это я делаю, наверняка вы догадались Такая вот у котлет бывает панировка Эта панировка, можно сказать, декоративная Именно такие сухари позволят ее приготовить И это делается не только для того, чтобы было вкусно и приятно кушать Хрустеть такой котлеткой А дело в том, что фарш по своему составу очень нежный И очень такой сочный И очень важно, чтобы эта сочность, весь этот сок не вытекал в процессе тепловой обработки Ну и еще нам понадобится хлеб, который пойдет в сами котлеты Поэтому я срежу у этого хлеба корочку А мякиш буду отправлять в глубокую чашу Чтобы замочить этот мякиш в молоке Почему я еще решил сделать именно такую панировочку? Ну, все-таки котлеты относятся, наверное, к категории сугубо домашних блюд И, к примеру, если сделать котлеты к приему гостей То это будет не совсем оригинально А если сделать котлеты по рецепту Дарьи Пожарской И сделать их вот в такой панировке То это уже, дорогие друзья, будет событие И гости будут потом долго вспоминать, что вот мы ходили в гости И там кушали котлеты пожарские, знаменитые русские котлеты Убираем сухари в духовочку, чтобы они немножко поджарились Вот этот мякиш я таким образом порву И залью молоком Причем очень щедро, как вы видите С хлебом разобрались Идем дальше Как правило, мы с вами лук, когда делаем котлеты Допускаем через мясорубку вместе с мясом Здесь немножко другая история Здесь мы лук предварительно подвергнем тепловой обработке Его немножко спассируем Котлеты очень нежные, чтобы убить вот эту вот жесткость лука Его остроту Поэтому давайте мы сейчас его обжарим на сливочном масле Сливочное масло не нужно ни в коем случае сильно раскаливать Нам не нужен жареный лук Ни в коем случае, чтобы он поменял свой цвет Нам нужно, чтобы он стал просто прозрачным И с помощью вот этой обжарки приобрел новые ароматические свойства Ну, я думаю, что достаточно обжаривать лук Смотрите, вот он стал такой желтенький, красивый Мне нужно, чтобы он немножечко остыл Поэтому появляется время Давайте ненадолго, буквально на минутку прервемся Я подготовлюсь ко второй части нашей передачи Обязательно возвращайтесь после рекламы И я вам расскажу, какой все-таки фарш у котлет пожарских Особенный, специально для вас Любой торт на заказ Узнайте как на сайте тортобакан.ру Или звоните 321-201 Вы, несомненно, будете рады, когда в вашем доме появится она Изящные и безупречные формы Тонкий шарм Легкий характер Друзья, мы продолжаем готовить котлеты пожарские Сегодня у нас Мы сделали заготовочки Такие, что у нас стоят сухарики Мелко нарезанные кубиком Сушатся в духовочке Здесь замоченный мякиш хлебный в молоке И сейчас нам нужно сделать фарш Здесь у меня куриная грудка, филе Так, смотрите, все, нарезанное у нас филе куриное И я еще вот что, друзья, сделаю Здесь у меня такое мягенькое сливочное масло Я его тоже порежу на кусочки Которые пройдут мясорубку И наверняка вы поняли, что я буду куриное филе прокручивать в мясорубке вместе с маслом Вот именно за счет этого масла И мы добьемся того, что у нас котлеты получатся очень сочные Ну и здесь, благодаря современным технологиям, оборудованию Все довольно-таки просто Чередуем курицу и масло По количеству масла, смотрите, и на обжарку И фарш У меня ушла пачка Смотрите, какой получается фарш Довольно-таки необычно выглядит, согласитесь Мы привыкли, что какое-то красное мясо и белые такие прожилки жира или сала А здесь у нас получается сливочное масло Уже как-то, да, элегантно, мне кажется, выглядит Так, и это еще не все Нам еще потребуется кухонный комбайн Смотрите, что я сделаю Лук я не пропускал через мясорубку Но я его буду пробивать в блендере Причем Не только сам лук Но и размоченный хлебный мякиш в молоке Это будет у нас такая заправка для котлет Поехали Перекладываем фарш в глубокую чашку Чтобы было удобно вымешивать Я по запаху чувствую, что Моя декоративная панировка готова Вот смотрите, как получилось Видите? Вот в этих сухариках мы и будем панировать Пусть они пока постоят Ну а мы давайте закончим с фаршем Итак, здесь у нас прокрученное куриное филе и сливочное масло Мы добавляем соль Добавляем черный перец И на этом все, друзья Никаких больше специй нам не нужно Сейчас мы потихонечку начинаем добавлять Вот эту вот хлебно-луковую массу И вымешиваем фарш Фарш должен получиться более жидкий, чем мы с вами привыкли Потому что вся как раз фишка этих котлет Как раз именно в том, что вот эта хрустящая жесткая корочка А внутри нежнейшее мяско Даже некоторые повара рекомендуют пропускать куриное филе Через мясорубку на два раза Через мелкую решетку Чтобы получался прям-таки практически колбасный фарш Друзья, если у вас получился фарш немного жидковатый И вы понимаете, что вам будет трудно с ним обращаться Я вам рекомендую убрать его в холодильник Или на балкон На часок Чтобы масло, которое у него есть Оно, естественно, застынет И тогда будет работать удобнее Ну, я думаю, что у меня все получится Главное, руки вымачивать в теплой воде Вот здесь отрядовском стоит Так, чтобы котлетки были мокрые Я формирую вот такие вот будущие котлетки И опускаю сухари Можно прям вручную Там, где сухарики еще не прилипли И, собственно, вот что у нас получилось Мне кажется, это одно из тех блюд Которым не обязательно подавать хлеб Здесь, смотрите, его снаружи вполне достаточно Ну и давайте быстренько обжарим Сковородочку я налью теперь уже растительного масла, друзья Хотя по рецепту все делается исключительно на сливочном Знаете, мне кажется, уже это слишком, наверное, будет Это раз и два Все-таки мы сейчас здесь на плите обжарим А доводить до готовности будем в духовке И там сливочное масло будет уже гореть А сливочное масло горит очень невкусно Беру котлетки И выкладываю Для чего мы это делаем? Почему мы обжариваем, а не сразу, допустим, убираем в духовку? Ну, дело в том, что очень важно, чтобы по краям эти котлеты сейчас с помощью раскаленного масла схватились Понимаете, когда мы их перевернем, уберем в духовку Тогда весь сок, который в этих котлетах есть, он там и останется, никуда не денется То есть мы, есть такой кулинарный термин, запечатываем сейчас котлеты Внизу чуть-чуть схватилось Сразу же переворачиваю, чтобы у меня с двух сторон они равномерно схватывались Подготовил я вот такую форму Перекладываю котлетки в нее Можно, конечно, у меня у сковородочки отстегивается ручка Но, знаете, есть у меня такое подозрение, что все это потом будет гореть сильно в духовке Поэтому я лучше подстрахуюсь Уберу вот в такую форму для запекания И поставлю в духовку Температура в ней 180 градусов Я думаю, минут за 25 котлетки сделаются Ну, а у нас, соответственно, появляется чуть-чуть времени Давайте ненадолго прервемся на рекламу Нас ожидает еще впереди очень интересный соус, который я предлагаю котлетам пожарским Осенью и зимой особенно хочется чего-нибудь согревающего Кофе-бар «Сладкарница» приглашает вас на открытие сезона горячих напитков Безалкогольные пряные глинтрейные пунши на любой вкус Попробуйте сладкие новинки сезона Шоколадный чизкейк из итальянского сливочного сыра маскарпоне А также очень необычные по-настоящему зимние слойки с тыквой Дуэты творога, яблока и тыквы не оставят вас равнодушными Для любителей кофе новый комплимент Кофейные зерна в шоколаде Согревайтесь осенью вместе со сладкарницей Кухня Мария в Абакане Каждому заказавшему кухню дарим подарок Торговый центр «Декорум» Чертегашева, 135А Торговый центр «Премьер» Шевченко, 86 Мария Когда кухня в радость Друзья, мы продолжаем У нас сегодня прекрасный, старинный русский рецепт Котлеты пожарские, которые уже стоят в духовочке И доходят до готовности И, знаете, вы наверняка заметили, что Ну, котлетки так, мягко говоря, неполезные, да, назовем Потому что в них очень много сливочного масла, молока Поэтому с чем же их все-таки подавать? Ну, принято, так принято В качестве гарнира использовать, конечно же, картофельное пюре Как готовить картофельное пюре, я думаю, мне не стоит утруждать себя И вообще об этом даже и говорить, потому что это одно из любимейших наших блюд Давайте это дело опустим Я вам покажу очень необычный и интересный и свежий Освежающий даже соус из огурцов Для котлет пожарских Что могу сказать про огурцы? Ну, знаете, что сейчас, конечно, мы с вами не обделены, так скажем, выбором Возможности выбора этих огурцов Но у меня есть собственные критерии выбора Это, во-первых, я покупаю огурцы вот в такой упаковке Это не просто прозрачная пленка Это упаковка с важной для потребителя информацией Здесь написан ГОСТ, по которому огурец был выращен И, кстати, именно благодаря упаковке, а не разного рода химическим добавкам Эти огурцы прекрасно хранятся То есть надолго сохраняют свою сочность и аромат Тепличный комплекс воскресенский Это аромат лета на вашем столе Ну и что здесь нам требуется? Смотрите, вот огурец Я возьму его и на крупной терочке натру Потому что это у нас все-таки будет соус Переложу в глубокую тарелочку Как вы знаете, огурцы на 90 с чем-то, по-моему, процентов состоят из воды Поэтому нам нужно от нее избавиться Что я сделаю? Я возьму их и вот так крепко посолю А из зелени, друзья, идет ни петрушка, ни укроп, никакой не базилик А это, друзья, мята Ну, я думаю, что вот такого количества довольно-таки щедрого будет достаточно Итак, вот у меня огурчики постояли в соли Они выделили сок Я отожну их Соединяем все зеленые ингредиенты Вот, собственно, основа соуса А чем же мы будем наполнять этот соус? Это, дорогие друзья, йогурт Йогурт, причем без каких-либо добавок Это просто йогурт классический Без всяких там ароматизированных вещей Так скажем, просто кисломолочный продукт Если вам не удалось его купить В принципе, можно использовать жирную сметану Добавлю сок половинки лимона Немножко черного перца И перемешаем И соус для котлет пожарских готов Это все свежесть Это все ароматы Это все воспоминания о лете Но, друзья, сейчас уже глубокая осень И что делать холодными осенними вечерами Помимо того, чтобы просто посидеть в семейном кругу дома Можно, конечно же, отправиться в кафе Кондитерский дом Сладкарница приглашает вас к себе На сезон горячих напитков Где вы сможете попробовать все разнообразие Этих замечательных рецептов Ну и, конечно, продолжает радовать нас Все новыми и новыми вариантами выпечки Вот, например, лепешка сырная с ветчиной Для ее приготовления используется кефир и сыр твердых сортов А для начинки идет ветчина петровская И изделие это жарится во фритюре Также кондитерский дом Сладкарница продолжает сезон тыквы, так называемой Это кекс, изготовлен он с использованием свежей тыквы Яблок, грецкого ореха и с добавлением корицы Друзья, все это я рекомендую вам непременно попробовать Но, судя по запаху Здесь уже все готово И здесь еще, друзья, очень важно Эти котлеты не пережарить Потому что внутри очень и очень драгоценный сок И здесь добавим вот этот наш замечательный свежий соус Из огурцов, мяты и натурального йогурта Если вы чего-то не запомнили То наша передача повторится сегодня на канале Россия 24 в 19.00 Если вы хотите чего-то большего То я приглашаю вас в нашу группу в Одноклассники Присоединиться очень просто Заходите к себе на сайт Набираете в поисковике Муж на кухне И присоединяйтесь в нашу группу Там нас уже более тысячи человек Там что можно делать? Там задавайте вопросы Пишите на стене свои рецепты И в какой-нибудь из следующих передач Я обязательно этот рецепт попробую воспроизвести у себя на кухне Ну, а на сегодня это все Желаю вам успехов на кухне И помните, что если ничего невкусного не добавлять То получится обязательно вкусно До встречи на следующей неделе Все продукты для сегодняшнего рецепта Можно купить в одном месте, не выходя из дома Первый интернет-гипермаркет Полка Полкадефисмаркет.ру Осенью и зимой особенно хочется чего-нибудь согревающего Кофе-бар «Сладкарница» приглашает вас на открытие сезона горячих напитков Безалкогольные пряные глинтрейные пунши на любой вкус Попробуйте сладкие новинки сезона Шоколадный чизкейк из итальянского сливочного сыра маскарпоне А также очень необычные по-настоящему зимние слойки с тыквой Дуэты творога, яблока и тыквы не оставят вас равнодушными Для любителей кофе новый комплимент Кофейные зерна в шоколаде Согревайтесь осенью вместе со сладкарницей Кухонная студия «Мария» В Абакане на Тараса Шевченко 86 «Мария» Когда кухня в радость ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин